так друзья всем привет вот большое вам спасибо за комментарии за лайки за просмотре решил я короче присобачить сюда стартер классический вот сейчас я покажу заводил я то есть фишка в чем по если по машине то девятошный 9 маховик и классический стартер то есть разные у них бендиксы вот разные ход вот этой вот ну шестеренки то есть это на машине а если мы здесь у меня конкретно стоит 9 к вот то есть 9 9 маховик 9 корзину то есть на том у меня было все классическое здесь у меня 9 стоит выжимной стоит классический вот ничего страшного здесь нет для мин трактора все это пойдет то есть все это подходит тут таких нагрузок нет и часов работы как на машине то есть здесь без проблем все это будет работать так ну вот что получается короче если поднять грубо говоря не зуб в зуб заходит а в пол зуба если бенди заходит в пол зуба на венец то в принципе все это работает я сейчас крутил его раз наверно 10 пробовал заводил кстати старт стартер был убитый вообще на глушь не стал я ничего с ним делать то есть классику он не заводил вот он ее не заводил походу делал там что-то наверное со втулками ну типа на себя он берет вот и аккумулятор убитый аккумулятор вот то есть в мороз он вообще не заводит когда грубо говоря минус 5 еще как-то он может то есть машину завести вот сейчас я вам покажу в принципе все это можно сделать как говорится с хлама какой уже выкинули на мини тракторе то есть все это работает вот здесь примитивно просто я взял уголок вот такой вот сюда косынку для жесткости сюда вообще две гайки просто приварил вот сюда и сюда сейчас третью вот так вот я сделаю то есть усилитель ну так вот я посмотрел в принципе чуть-чуть его как-то вот так вот шевелит конечно по-хорошему сделать вот сюда то есть здесь упор какой-то и сделать вот сюда крепеж чтобы то есть не было ангола так это меня вот ключ кусковой вот то есть смотрите это мертвые все это мертвые на машине ничего не работает это сто процентов потому что это было всем навалялась кучки как-то принято то есть делаю самоделки железки никакие вообще не выкидываю все в кучу а потом все это достается из них что-то изобретается делается там короче так вот пробую второй раз так вот единственное что у нас получается то есть в конце какой-то стук происходит вот но стук этот честно я даже ну скорее всего я вот предполагаю что этот стук из-за того что нет третьего крепления то есть в тот момент когда заводится двигатель когда заводится двигатель то есть получается у нас ну якобы типа как в обратку и скорее всего просто глазом не видно и вот из-за того что нет третьего болта то есть он чуть подскакивает и получается вот этот щелчок вот я думаю в принципе если здесь все по-нормальному усилить вот проблем здесь никаких не будет то есть все будет работать так кстати вот по высоте подъема то есть еще ничего не готово ну так вот я присобачил здесь цилиндр и тут я показывал в предыдущем видео про гидравлику там вот по высоте подъема у меня получается то есть потолок у меня 270 вот но здесь если до конца все это то есть вот видно здесь угол от не до конца то есть делаю до конца угол потолка у меня не хватает но в принципе высота где-то будет примерно 280 ну как и хотел чтоб чистыми когда ковш опускается то есть было там ну сантиметров чтобы 230 240 чистыми так что еще по гидравлике вот буду теперь делать гидравлику сегодня купил инша десятку буду ставить вот буду ставить десятку инша и по распределителям так друзья вот смотрите притащили вот мне такую штуку все-таки набрал я цилиндры набрал я то есть распределители буду я делать сто процентов все уже для себя решил то есть сзади буду делать экскаватор вот но мне нужна вот помощь какая то есть может быть кто-то видел или в интернете или кто-то работал на такой технике то есть вот этот распределитель можно ли вообще сделать для экскаватора и вот и для чего нужны вот эти вот жиклеры я думаю все таки они нужны для того чтобы регулировать подачу до подачу масла скорость подачи масла в цилиндры вот но так кто сможет в принципе отпишитесь пожалуйста вот насчет этого распределителя вот может быть все таки я думаю его можно поставить на экскаватор вот а за место кнопок то есть сделать джойстик и на джойстике сделать то есть какие-то микро выключатели и то есть будет джойстик доходить до предела до какого-то и то есть включаться будет то или иной цилиндр по секциям все здесь нормально то есть пять штук 4 секции на экскаватор а пятой секции под лапы то есть самое то что и надо для экскаватора так на так в принципе пока вот так вот это все выглядит вот кто пропустил можете посмотреть это погрузчик плейлист вот название погрузчик то есть он уже на ходу мы на нем ездили пробовали его вот буду теперь и устанавливать на него гидравлику потом я дальше вам покажу как что я сам то есть мой способ установки гидравлики вот ну и в дальнейшем будем испытывать его то есть на разные на разные там и двигать землю буду пробовать и вообще посмотрим какая тяга у него и то есть что он может сделать какой вес у него получится а так друзья все все кому интересно подписывайтесь вот комментируйте все всем удачи в постройке разных самоделок всем пока